Друзья, всех приветствую, находимся в BMG Drive и до Нового Года остаётся совсем чуть-чуть. Но какой Новый Год без, друзья, новогодней ёлки, разумеется. И сегодня задача дальнобойщика Василия вот эту большую гигантскую красотку как можно скорее довести до центральной площади в городе. Учитывая, что дальнобойщик Василий будет сегодня торопиться немножко, потому что несколько часов, мы же понимаем с вами, друзья, ну несколько часов осталось до Нового Года. Естественно, нужно давить газ в пол. И постараемся, как бы задача наша первоочередная, это никого не задеть. Но учитывая, конечно, габариты и скорость этого КамАЗа, мы-то знаем, что может произойти. Но постараемся, чтобы это предновогоднее время всё-таки закончилось без смертей. Дальнобойщик Василий, пожалуйста, я тебя прошу, сделай это, мы все в тебя верим. Дорога, конечно, господа, заснеженная, видимость плохая, снег шпарит, но машинки в принципе видны. Дальнобойщику Василию достаточно было для того, чтобы сохранить жизнь людям, развить скорость максимум в 60 км в час. Мне кажется, это бы решило все проблемы. Никто бы не погиб, но дальнобойщик Василий хочет выполнить задание намного быстрее. Доставку этой новогодней большой ёлки. И поэтому скорость у нас уже достигает на повороте, друзья, более 100 км в час. Слушайте, если две машины сейчас будут ехать... Ой-ёй-ёй-ёй. Ой, Тачкакова! Это что сейчас было? Откуда? Почему? Почему ты повернул? Радик! Ты же убил! Я сейчас был не виноват. Да, я скорость превысил. Но чтобы сейчас автобус повернуть? Здесь нет ни дорог, ни черта, друзья. Он просто, Радик, убил специально, как будто это сделал. Он просто убил своих пассажиров и себя в том числе. Посмотрите, пассажиры по салону полетели. Все вперед, просто все переломанные. Буквально начали только первый выезд. Только буквально развили скорость, даже небольшая. Под 120 км в час всего было. И к чему, друзья, это все привело? К жестокой аварии. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Это еще, оказывается, друзья, и не конец. Вот в чем дело. Впереди-то у нас пятнашечка. Скорость 110 км в час при аварии. По-моему, это еще не все трупы, господа. И сейчас что-то будет еще ужасное. Пятнашка, задний ход. Что-нибудь делай. Только бы тебя не раздавило. Удар серьезный прилетает в пятнашечку. Водитель живой. Живой спасает. Все-таки на удивление пятнашка. Вроде бы, да, консервная баночка. Такой автомобиль слишком мягкий. Как бумажка какая-то. Но при этом выдержит... Ой-ёй-ёй, камешки. Камешки. Сколько скорости у нас? 70 км в час. До сих пор происходит полет. Ёлочка при этом у нас остается на прицепе. До сих пор... Ой-ёй-ёй, да господи, что такое? Я думал, что ему повезло. Автобус просто, друзья, на пятнашку... Ну, нет. Нет, друзья, погиб, к сожалению. Посмотрите. Здесь видно перелом шеи явно. Тут и перелом спины. В общем, к сожалению, пятнашке абсолютно не повезло. Это ужасная трагедия, в которой виноват у нас дальнобойщик... Виноват Радик, Радик. Вот в чём ещё загвозочка-то. Семёрка. Скорость 50 км в час. И походу... Походу ещё и семёрочки. Автобус. Так, живой ещё, дружище, живой. Колесом просто по семёрке проходит автобус. А ну, встан в семёрку. Серьёзно. Семёрка выдержала. Такой вес огромный. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Обалдеть. Вот это, я понимаю, прицеп дальше поехал, господа. Объезжайте, господа. Объезжайте. Здесь только что произошла серьёзная авария. На колёса у нас стало пятнашками. Видим, друзья, ужасающие последствия. Её вмяло вместе с водителем. Об сиденье просто проломило голову. А вот водителю семёрки всё-таки в эту... Предновогоднее в это время очень сильно повезло. Учитывая, что даже автобус своей массой давит на крышу. Но выдержала. Выдержала семёрка. Прокатилось колесо автобуса по этой семёрке. Дальнобойщик Василий, ну как тебе не стыдно, скажи мне, пожалуйста, развивать такую большую скорость? Я надеюсь, что таких ситуаций больше не будет. Никто не будет вворачивать прямо под КАМАЗ Дальнобойщика Василия. Это просто из страшных снов что-то произошло. Я же, друзья, готов объезжать. Я готов никого не цеплять. Потому что это последний рабочий день предновогоднего Дальнобойщика Василия. Его задача отвезти эту ёлку. Заработать денег и накрыть для своей семьи огромный новогодний вкусный стол. Но я понял, друзья, сейчас, почему Радик автобусник вывернул на встречную полосу. Дело в том, что ёлка у нас достаточно больших габаритов. И видите, она цепляет встречку. И Радик подумал, что не впишется. Но почему-то, по какой-то причине, то есть даже если мы, видите, объезжают. Видите, объезжают. То есть мы вроде бы движемся по своей полосе, даже ближе к обочине. Но автомобилисты объезжают, потому что видят эту огромную ёлку. А учитывая, какой у нас автобус большой, то я не понимаю только, почему он уходит не вправо, а на встречную полосу. Это нелогично, конечно, с его стороны. Но таким образом пытается автобусник объехать вот эту ёлку. Я только что, друзья, это понял. И это проблема, потому что постоянно, когда мы будем встречаться с автобусником, то, видите, объезжают. Объезжают у нас немножечко в правую сторону. Вот они правильно делают. Они хотя бы вправо дают. Ой-ой-ой. Ой, опасный поворот. Опасный поворот. Но я готов идти на обгон. Отлично. Скорость 100 км в час. Блин, обочину, когда цепляешь, очень плохо, потому что там ямы. Там рыхлый снег, и начинает трясти. Но не переживайте. Я буду притормаживать в нужных местах, друзья. Потому что, ну, лететь просто газ в пол, это, мне кажется, не совсем будет правильно. Идём на обгончик. Я даже не вижу машинок. Идём на обгончик. 70 км в час. Здесь небольшой подъём. Итак, проезжаем. Ой, перевернулся! Бэка! Какого хрена? Так, влезаем здесь. Ага. Блин. Чёрт, ну в смысле? Какого чёрта? Блин, друзья, мы ёлочку потеряли. Не здесь она должна стоять. Ну, точно не на трассе она должна стоять, чёрт возьми. Так, ладно. Придётся тащить её. А ведь я, господа, даже это и не предусмотрел. Я не думал, что ёлка может не влезть. Ну, здесь хотя бы мы сможем проехать, а? Давай, максимально правее. Максимально правее. Пожалуйста. Ну, блин. Ну, ещё лучше стало. Вообще на центр просто. Вот тебе новогодняя ёлка. Нарядили трассу. Ребят, аккурат, куда ты... Блин, давайте ещё играйте в боулинг. Эта ёлка теперь проехал. Дальше. Похитите Рождества. Слышь, ты чуть ёлку не украл. Нельзя. Я, честно говоря, конечно, друзья, трассу там не помню дальше. Но, надеюсь, таких у нас больше не будет моментов. Хотя, блин. Я, кажется, друзья, не предусмотрел кое-что. Тоннель. Тоннель, в который может, в принципе, эта ёлка и вообще не влезть. Тогда у нас действительно будут, друзья, проблемы с этим. Мы её просто-напросто не доставим через тоннель. И тогда ёлка точно доставлена не будет. Автобус, пожалуйста. Объезжай. Вот, немножко правее. И всё. Вот, видите, объезжают. Объезжают. Они объезжают ёлку. Хотя она высоко, да? Стоит, по идее. Ну, ёлка реально высоко находится. Но для них это страшно. Это как будто пункт назначения. Они считают, что ёлка сейчас свалится и проткнёт им лабаш наверняка. Ладно, объезжаем по встречной полосе. Скорость 120 км в час. Автобус. Ой, страшный. Ой, страшный. Я уже сам. Видите? Да нет! Да нет, держи! Блин, камешки. Видите, я испугался теперь автобусника. Меня занесло, потому что дорога скользкая, заснеженная. Вы сами должны понимать. И в итоге это очень сильно повлияло и на меня. При этом, к счастью, мы никого, конечно, не убили. Благо, да? Да, машинок у нас не было. Но Новый год, можно сказать, испорчен, поскольку перевернулся и прицеп, и ёлочка улетела. И КамАЗ у нас теперь в нерабочем состоянии. Я чувствую, друзья, всё-таки Нового года, по-моему, у кого-то не будет. Потому что это действительно тяжёлая задача. Вот видите, ну я проезжаю спокойно. То есть даже учитывая, какой автобус тяжёлый, мы сейчас приближённо к нему проехали, но его не зацепили. То есть проехать, в принципе, там можно. И скорость у нас нормальная, но всё же хорошо. Ну, автомобилисты, автобусники в особенности, которых я очень сильно сейчас боюсь. Ой, не успеваю. На обгон. Хорошо. Даже не зацепил. Обалдеть. Это действительно, друзья, сейчас было красиво. Автобусник. Я боюсь тебя. Не надо, пожалуйста. Угу. Всё. Благо он сейчас адекватным хотя бы стал. Благо. Потому что он влезает навстречку. Всё. Это конец. А впереди, друзья, у нас, я так понимаю, будет тоннель. Я вообще дороги впереди не вижу. Скорость. Чё, блин? 180 км в час? Охренеть. Вот это разогнался. Вот это долябочек. Ах, блин. Ну что такое? Вот, ну, он опять же испугался, ёлки. И теперь что с ним? Ну, покасательный, ладно. И то задними колёсами. Это уже, друзья, лучше, да, чем в лабаш, да, прилетать. Потому что я в сторону свернул. И это, по идее, сейчас ему спасло жизнь. То есть он отметит Новый год с семьёй. А вот что будет впереди? Потому что там Бэха. И я просто сейчас физически, я, конечно, постараюсь, даже в замедленном виде, выехать в сторону. Но что-то мне подсказывает, я просто не успею. Не-не-не, я не успею. Ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Эх, задеваюсь всё-таки. Задеваю Бэху. Очень серьёзный удар. Меня сейчас дальше ещё понесёт. Вот, не знаю, Бэха вроде тоже там серьёзно не пострадала. Скорость, правда, очень большая. 130 км в час. Ё-моё. Ну всё, друзья, это опять завал, разумеется. И об дерево. А, нет, дерево у нас прошло вообще насквозь. Всё, мы просто перекрыли дорогу, слушайте. На удивление. На удивление. Мы протаранили неплохо Бэху. Давайте посмотрим повреждения задней части. Потому что скорость была под 130 км в час. Прилично. Даже если бы сзади сидели, по идее, выжили. Поэтому, моли, Господа, вообще, скажи ему спасибо, что он тебя спас. Но не должно быть таких событий перед Новым Годом. Должно всё, наоборот, идти всё как надо. Чтоб как часики всё нужно довезти. Довёз. А вот эти вот события, аварии какие-то. Ну, не за день до Нового Года точно, Господа. Поэтому я надеюсь, что у нас таких случаев серьёзных больше не будет. Скорость держим под 100 км в час. И в случае чего, естественно, идём на обгон. О, автобусник на обгон, кстати, смотрите-ка. Просто по встречке пошёл на обгон. Ну и чё, тормозим? И вот заставил меня полностью остановиться. Блин, задели. Приорку задели, дверь ей выломали нахрен. Ну, а главное, поехали дальше. У нас всё-таки КамАЗ. Не стоит забывать. Из-за такой мелочи, из-за какой-то двери Приоры я не собираюсь терять зарплату. Свою, да, зарплату дальнобойщика Василия. Поэтому едем дальше. Набираем скорость. И меня сейчас волнует исключительно до сих пор, друзья, этот тоннель. Потому что если мы в тоннель не влезем, но, к сожалению, здесь можно тему... Так, господи, в смысле? Ну почему? Я вот сейчас вообще, по-моему, не рассчитал, Господа. Мы просто только что порвали... Живое, нет? Порвали Яндекс.Такси. Ну, смотрите, удар пришёлся, кстати говоря, на другую сторону пассажирскую. Что, опять же, можно назвать новогодним чудом, самым настоящим. И сейчас у нас сохранил жизнь, таким образом. И клиент такси, и... Ой-ой-ой-ой-ой, в автобус, господи. Камаз-то дальше у нас поехал. Опять авария с автобусом. Ещё и Рено Логан поджало. Но вроде живучий там чувак сидит. Вроде живучий. Тащит дальше, всё, скорость у нас падает. Выкинул, просто выкинул. Опять ещё добивает. Ну куда поехал? Дальнобойщик Василий. Ну хватит издеваться. Кошмар. А он вывалился, что ли? Я не вижу. А нет, Дальнобойщик Василий там внизу где-то валяется. Всё, покатился. Покатился вместе с Рено Логаном. Да, друзья, к сожалению, Новый год, по-моему, у нас будет очень плохим. Если мы не довезём ёлку, нам нужно обязательно в любом случае это сделать. С каждой прошедшей секундой, друзья, я понимаю, что Нового года просто может и не быть. Ну что там за столпотворение? Ну вот, ребят, ну как я должен проехать, скажите мне, пожалуйста. Чего они боятся? Они увидели эту новогоднюю ёлку? Дружище, подвинься, пожалуйста. Да, я проеду. Я протисану здесь? Нет? О, спасибо большое. Опа, аккуратненько. Отлично. Хорошо. Замечательно. С каждым разом я понимаю, что, ну, друзья, ну какой Новый год? Какой Новый год, когда вот такие, друзья, вот эти вот моменты? Ну что я сделал, а? Она меня уже достала, это ёлка. Так, я понял, я понял. Всё. Хорошо. Хорошо. Я всех услышал. Ну что, ёлочка? Сейчас мы тебя по-другому закрепим. Если, друзья, она не может катиться на прицепе, да, учитывая ситуации впереди, я думаю, скорее всего, и в тоннель она не влезет, то тогда уж будем действовать иначе. Я очень надеюсь, что с ней ничего не случится. Я её просто зацепил за край, и теперь она должна, по идее, отбиваться. Она, конечно, выше стала, намного, да, выше. Но при этом должно сработать, пожалуйста. Я очень надеюсь. И, оп, ага. Ну, хотя бы так. Хотя бы так меня устраивает. Немножко поднимает, правда, прицеп, конечно. Ёлка массивная. О, неплохо, неплохо. Так, дайте проехать, пожалуйста. Опа, вот и тоннель. Капец, он малюсенький. Я вообще не ожидал, что он настолько маленький. Ну, слушайте, здесь всё понятно. По-моему, мы застрянем. Ладно, я попробую даже с разгона, потому что мы сейчас, мне кажется, здесь встрянем. Я бы этого не хотел. Опа. Ну, 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 хотя бы так. Хотя бы так. А чё нет? А чё нет? Ладно, понятно. Ёлка не влезла, друзья. Поэтому придётся нам всё-таки проехать этот тоннель сейчас полностью, да. И якобы дальнобойщик Василий, собственно, ручно через весь этот тоннель протащил непосредственно эту ёлку. Ну что, друзья, мы преодолели этот тоннель. Дальнобойщик Василий пронёс ёлку. Учитывая, сколько времени он потратил на то, чтобы эту ёлку перенести, разумеется, ему сейчас нужно давить газ в пол. И чтобы дальнобойщик Василий был доволен, я думаю, ему надо взять скорость хотя бы приблизительно в 200 км в час. Но вы должны понимать, какие здесь, друзья, изгибы на этой дороге. Дорога скользкая. И в случае, если на такой скорости будет какое-то резкое кручение рулём, да, какой-то резкий манёвр, то мы просто улетим. Потому что дорога очень скользкая. И также не видно ещё и машинок встречку. Давай быстрее проезжайте. Ребята, сколько вас много-то на встречке, а? Так, идём на обгон. Скорость 110 км в час. Уже на самом деле. Мы уже привыкли просто к такой скорости, друзья. Но это огромная скорость. Эй, вы чё творите? Дайте вас обогнать. Посмотрите, что сзади творится. 160, идём на обгон. Ой, не успеем. Ой, не успеем. Блин! Блин! Собрали просто кашу! Обалдеть! Так, два автомобиля. Рено Логан. Живой, брат? Ну, по-моему, да, пострадало, друзья. У нас здесь пассажирское место, живучий. Таксист тоже вроде бы с клиентом выжил. На самом деле я удивлён. А Бэха у нас буквально мы её чуть-чуть задели на самом деле. По-моему, даже по касательности не ошибаюсь. Ага, по касательности. Нифига себе, незаметно было. Незаметно, что с этой стороны. И вот здесь уже всё-таки, наверное, удар был определённо. В водителя Бэхи. И, скорее всего, последствия здесь. Хотя визуально кажется, что он целый. И живучий. И вот отсюда Бэха вообще вот, когда продавать будешь на Авито, вот так вот фоточку делай. И тогда продашь быстрее, разумеется. Но это, друзья, уже просто превращается в какой-то челлендж. Возьми скорость 200 км в час. Я, конечно, попробую это сделать. Я возьму эту скорость. Но будет здорово, если мы после достижения этой скорости ещё никого не убьём и сами останемся целыми. То есть нам нужно взять скорость 200 км в час и резко притормозить. Тогда можно считать, что челлендж абсолютно выполнил. Но учитывая вот эти вот, конечно, пируэты, изгибы, повороты... Пожалуйста, уходи. Хорошо. Скорость 180. Блин, в дрифт кидает. В дрифт кидает 95. 200 есть. Так, тормозим. Аккуратно, аккуратно. 200 взяли же. Ну! Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Всё, тормозим, тормозим. Челлендж выполнил, блин. Есть. Это было опасно. Но ещё пока что не всё. Это не конец ещё, ни хрена. Сколько скорость. Так, ребят, уходите. Ребята! Ребята, молодцы. Молодцы, молодцы, молодцы. Итак, всё. Всё. Прямая, друзья. Просто финишная прямая. Мы с вами это сделали. Взяли скорость и наконец-то доехали до пункта назначения. Итак, друзья, ёлочка успешно доставлена до места, где она и должна была быть. Ну и, разумеется, кому понравился этот ролик, обязательно, друзья, не забывайте поставить свой лайк. И, в свою очередь, также я, конечно, хотел бы поздравить всех с наступающим, чтобы не было у вас вот таких событий, как с дальнобойщиком Василием. Ну и всех благодарю за просмотр. Всем желаю удачи. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok